На Гомельщине начинается массовая уборка кукурузы на зерне с одночасовой нарыхтовкой этой культуры насилос. Проведение работы в оптимальный термин у значной ступени будет залежить от поспехового выращения организационных пытаний и наявности техники. Наш корреспондент Олег Синцеров подтекавился ходом уборочной кампании в Мазырском районе. Мазырщину можно назвать, напевно, кукурузным краем. У структуры пассивных площадок эта культура занимает 0,55%. У некоторых ступеней это вымышенная мера, иначе забеспечить живолагодовлю якостными кормами и в досадковых объемах просто немогчима. Массовая уборка кукурузы на зерне в Мазырском районе по сути только починается. Недохопа у техницы для энергетики тут нема, на дворе так само сприяя. Неоглядясь на то, что сегодня кукуруза в некоторых разах проходила в опробовании недохопом в Вильгате, урожайность оказалась не такой уже низкой. Зараз в среднем по районе около 80 центнеров с гектара, а за ростом темпового работы это покажет явно повеличится. Для совгазного комбината «Зара» зерня и кукурузы успеют основную корму для живолагодовлю. Причем уже больше 10 годов у господарства выкористовывается технология плющения зерня, что дозволяет заходить энергетики без страты якости на протягу как минимум года. Неопочные значения имеют экономичные пытания. Кто на такого сборжа, а маль утрая тонейшая за заводский комбикорм, плюс отсутствие затрат на работу зернесушильного комплекса. Сам рука стоит порядка 400 рублей, но все равно это уменьшает себестоимость порядочную по отношению, потому что основные затраты на сушку зерна, зерно начинает обмолочиваться при влажности 33-35%, его надо догнаться до стандартной влажности 14%, то есть 20% влаги надо откинуть. Сюда можно положить с влажностью и 40%, от 40 до 30%. Частка собранных поставляется на кукурузокальбровочный завод. Нарыхтовку зерня нового урожаю тут почали на минулом тыдне. На сёне перепрацовали коля 2000 тонн, десятая частка запланованных. Гэтым насением закрывается до 40% потребностей Беларуси. По отсутствии, размовый деп реализации программы импортозамещения на предприемстве проводить параллели. Импортное насение дает больш высокую урожайность, а ле мазерская утрая больш танная. До того, что тут проводится модернизация вытворчества и укореняются новые технологии, что напрямую уплывая на якость. Обновление идет постоянно, идет модернизация. То есть улучшаем технологические процессы для того, чтобы в дальнейшем менее травмировать семена, чтобы они были более целые, не имели микротрещин. И также интенсивно работаем в плане режимов сушки семян. Дорабатываем технологию, чтобы оптимально температурные режимы... Одночасовая нарыхтовка кукурузы на зерне, на гомочне притягивается, ее уборка носилась, это так самая важная складающая кормовая база. Инша справа, что сега с предприемством, по жаданному классике оптимальный термин, три тыдни, по кулю целом по области, необходимые темпы вытремиваются не усюды. Меж тем, на некоторых палетках кукуруза начала усыхать. И вельми верогодно, что якостные кормы на этих участках будет термать уже немогчимо. Если упустить агротехнические сроки уборки кукурузы на силос, то, во-первых, корм станет грубым, будет плохо силосоваться. Во-вторых, большинство листостебельной массы мы потеряем при уборке кукурузы на силос. Олег Чентюров, Валерий Копанько, телерадио компания «Гомель», Мазырский район.